На церемонии, организованной совместно Фондом науки и цивилизации имени Сутука Буграхана, Научно-исследовательским фондом Восточного Туркестана и Фондом исследований уйгурской науки и культуры, вручили награды 41 уйгурскому студенту, набравшему высокие баллы на экзаменационных испытаниях для перехода в лицей LGC. Два уйгурских студента, набравшие 488 баллов по LGC в этом году, получили по ноутбуку Apple. Два студента, занявшие второе место, были награждены ноутбуками HP. Двум студентам, занявшим третье место, было вручено по планшету Samsung. Кроме того, 35 студентов, набравших более 400 баллов на экзамене, получили денежный приз в размере 1000 турецких лир. В Турфане, Восточный Туркестан, наблюдалась высокая температура с температурой поверхности 52 градуса, превышающая самый высокий температурный предел за тот же период истории. По данным Турфанской областной метеостанции, максимальная температура, зафиксированная автоматической метеостанцией в селе Астана и Дикутского района города Турфан, в 19 часов 7 минут по местному времени 16 июля достигла 52,2 градуса по Цельсию, побив рекорд высокой температуры. HP, второй по величине производитель персональных компьютеров в мире, работает с поставщиками, чтобы перенести производство из Китая. В этом году HP планирует перенести производство миллионов ПК для потребителей и коммерческих пользователей в Таиланд и Мексику. HP, которая произвела более 55 миллионов ПК в прошлом году, в этом году будет производить от 2 до 5 миллионов ПК за пределами Китая. Китай и Россия, которые сблизились после войны в Украине, также расширяют свое военное сотрудничество. Обе страны демонстрируют свою силу Западу и его союзникам с помощью крупнейших совместных военно-воздушных и военно-морских учений, которые они начали вблизи Японии. В учениях, которые неясно, как долго продлятся, принимают участие большое количество военно-морских и военно-воздушных элементов, принадлежащих армиям двух стран. Ван И, директор канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая, принял специального представителя США по климату Джона Керри, который продолжил свои контакты в столице страны Пекине. Назвав Керри старым другом во время встречи, Ван сказал, что сотрудничество между странами продвигается прямо пропорционально развитию китайско-американских отношений. Керри подчеркнул, что США ищут пути восстановления сотрудничества с Китаем в разрешении климатического кризиса, вызванного глобальным потеплением. Президент Эрдоган встретился с Эмиром Катара шейхом Тамимом Бенхамадом Аль-Тани на второй остановке Тура по Персидскому заливу. После личных встреч двух лидеров во дворце Лусаил состоялась встреча между делегациями. Подписана совместная декларация по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Катаром. Известный американский дипломат Генри Киссинджер встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу в Пекине с неожиданным визитом. Министерство обороны Китая заявило, что Киссинджер сказал, что он друг Китая и что дружеское общение между США и Китаем было разрушено, потому что некоторые люди в США подвели Китай. Визит приурочен годовщине тайного визита Киссинджера в Китай 52 года назад. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, обязывающий всех госслужащих страны владеть кыргызским языком, имеющим статус государственного. Согласно закону, одобренному депутатами парламента Кыргызстана в мае, кыргызский язык теперь подлежит обязательному использованию в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций со всеми видами собственности.